В Алмате, там при всем честном народе, тебе вручают диплом, вот это шикарно, потому что там группу из Таджикистана выделили отдельно, а с агентами, соответственно, начать их искать, потом дальше им эту идею продавать, обучать, ходить с ними на переговоры и потом уже продать первый полис, вот это самое сложное. Если к нему относиться как к школе, куда тебя заставляют идти, ну, наверное, ты знаний там не получишь. Если ты идешь туда, понимая, что хочешь прокачать свои, там, не знаю, там, HR-скиллы, хорошо, тогда тебе больше нравятся преподаватели, которые на этом сфокусированы и есть вопросы, которые ты можешь им задать. Если все-таки для получения знаний, значит, надо понять, каких. Бизнес-среда Добрый день, это очередной выпуск цикла подкастов «Бизнес-среда». Меня зовут Зибот Таджибаева, сегодня мы будем говорить о бизнес-образовании вновь. Степень MBA для таджикинских предпринимателей — это уже знак качества. И сегодня у нас один из первых тоже выпускников MBA в Таджикистане, соучредитель страховой компании BIMA Владимир Хурсан. Добрый день. Это у нас программа совместная, да, Академия менеджмента и бизнеса и университета менеджмента Алматы Алма-Юм. Они в этом году уже собирают, по-моему, шестой курс. Ну, пять лет они сейчас празднуют, поэтому, наверное, шестой. Почему вы решили поступать на совместную программу? Ну, во-первых, про сам MBA уже задумывался, наверное, уже, не знаю, лет 15, может. Вот. Но тогда я еще работал в России, выбрал даже себе университет. К сожалению, так в него не поступил. По многим обстоятельствам, в том числе и переезд сюда. Вот. Поэтому это где-то там на моей корочке заложило, что нужно сделать в любом случае. Потом здесь появилась вот такая возможность первая в Таджикистане, и я решил, ну, значит, судьба. У вас финансовый инжиниринг. Почему? Ну, General мне был неинтересен по той простой причине, что я закончил университет, соответственно, по специальности факультет менеджмента и предпринимательства, как так, по-моему, назывался. Давно было. Вот. И, в принципе, все основные дисциплины, которые мы мог дать General, я там уже изучал. Вот. Поэтому мне нужно было что-то специфичное. Вот что-то специфичное, особенно понимая, что я работаю в страховой компании, это все-таки работа с деньгами в том числе. Вот. И смогли предложить те ребята финансовый инжиниринг. Говорю, окей. Давайте попробуем. Ну, как впечатления? И есть и позитивные, намного позитивные, соответственно, впечатления хорошие. Иногда не всегда все получается, но это, по большому счету, люди, это живой процесс. Вот. Но хороших впечатлений, которые там остаются в памяти, точно намного больше. Особенно там, когда это все закончилось. И, соответственно, в Алма-Ате, там при всем честном народе, тебе вручают диплом. Вот это шикарно. Потому что там группу из Таджикистана выделили отдельно. То есть там ректор, это университет сказал, вот наши там начинающие. Это там с такой большой лекцией еще по этому поводу сказала. Из Таджикистана, дружественная страна. Вот. И потом каждого, кто выходил, там вручали диплом. Это, конечно, очень приятно. Плюс ко всему, я еще там, не знаю, там при входе была такая лотерея, аля шляпочная. Ты вот там какой-то номерок свыкидаешь. Я выиграл приз. Серьезно? Я ушла с такой эйфорией тоже. Это же у меня долго продолжалось. Но очень круто. Вы писали магистрский бизнес-проект. Хотя была возможность выбрать диссертацию, да. Например, я выбрала диссертацию. Меня убедили в том, что, типа, это круче. И когда будет, например, кто-то, смотри, там, твой диплом и так далее. Там диссертация. Ну, я пошла, конечно, заниматься исследованиями. Вы все-таки выбрали магистрский бизнес-проект. Да. Почему? И, ну, и не пожалел. На самом деле, несколько причин. Первое. Я не люблю заниматься исследованиями, если честно. Особенно научными. Второе. Я хотел, чтобы моя работа помогла мне в моей работе. Так, назовем это то, чем я сейчас занимаюсь. Вот. А, соответственно, мы тогда с учредителями, с моими коллегами думали уже о том, что, в принципе, а почему бы не открыть страховую компанию в Таджикистане по именно специализированному по страхованию жизни. Вот. А раз такая идея была, то почему бы ее не изучить, не сделать бизнес-проект и потом уже посмотреть, что получится в итоге. Поэтому и тема уже в голове сформировалась. Это вот открытие страховой компании по страхованию жизни в Таджикистане. Но под эту тему подходил только бизнес-проект. Открылась компания в конечном итоге? В конечном итоге мы купили компанию другую, переименовали, получили лицензию. И сейчас у нас есть специализированная компания по страхованию жизни, которая так и называется BIMA. Жизнь. Работает? Все, что вот много же в бизнес-проектах там и учитываешь, и риски, и так далее. И мы сейчас очень много вот там вот за стенами студии говорили о том, что рисков-то много на самом деле. Да, рисков много, они никуда не уходят, никуда не деваются, не нивелируются. Но с этим надо жить. В любом случае то, что работа была написана, нам точно помогло. Потому что часть этой работы, особенно там обоснование экономическое, там много таких историй вопросов, нами потом использовалась при получении лицензии в Национальном банке. Потому что в любом случае, когда хочешь получить лицензию, ты должен объяснять, зачем она тебе. Ну, зачем? Что ты хочешь? Просто так получить, что ли? Нет. Поэтому, пожалуйста, обоснуй. Что ты будешь делать? Почему ты будешь это делать? Поэтому вот часть этой работы ушла туда. В принципе, на звонку это понравилось, лицензию мы получили. Операции уже по страхованию жизни начались в конце прошлого года уже. И сейчас у нас два агентства классических по страхованию жизни. Ну, вот уже недавно мы отпраздновали там сотый полис проданный. Когда мы там машину страхуем, я не знаю, на пять лет? Нет, машину вы страхуете на год. На год. В лучшем случае. Хорошо. Поездку свою, я не знаю, туристическую поездку на неделю, потому что вы на неделю поездки. А жизни на сколько страхуется? Ну, средний срок, который у нас сейчас выпускали полисы, это где-то 15-30 лет даже. Кто они, ваши клиенты? Вот это все в бизнес-проекте тоже. Работать сложно, на самом деле. Нет, в бизнес-проекте мы подосмотрели там несколько сдерживающих факторов, так это назовем, отрицательных рисков. И самое основное, по большому счету, это низкая финансовая грамотность. От этого никуда не уйти, она есть. Как бы мы с этим не боролись. И мы тоже, кстати, с этим боремся. Второе, естественно, есть определенные вопросы с менталитетом, с верой. И вот здесь вопросы страхования весьма достаточно узкий момент, так это назовем. Хотя есть и токафул страхования, соответственно, по исламским стандартам. Но токафул развивать в Таджикистане еще сложнее, чем страхование жизни, потому что по токафулу нормативная база отсутствует полностью, просто ее вообще нет. И, соответственно, можно какие-то, у нас есть идеи попробовать это что-то сделать, но это еще сложнее. Ну, может быть, еще одну нужно работу диссертатскую написать и так далее. По низкой финансовой грамотности. В бизнес-проекте там как-то прописывались? Как нивелировать? Как работать с выбранной аудиторией в определенной нише и так далее? Ну, основное то, что в проекте, как это нивелировать? Первое то, что мы идем только в крупные города на первом этапе, как минимум. Именно потому, что в крупных городах есть потенциальные наши клиенты, которые имеют достаточно высокий средний заработок. То есть, если мы берем страны рядом с нами, если Среднюю Азию бать, наверное, сложно, хотя можно и Среднюю Азию взять. То есть, единственная страна, где хорошо развито, более-менее хорошо развито страхование жизни, это Казахстан. То есть, у них есть хороший доход на душу населения, у них, соответственно, есть прослойка среднего класса, который там достаточно хорошо зарабатывал деньги или зарабатывал, ну, или заработал, да. И, соответственно, там есть с чем работать. В Таджикистане, естественно, эта прослойка меньше, тоже весьма очевидна, но она есть. А так как мы первая компания, то почему бы не попробовать? Соответственно, ну, что-то получается, уже судя хотя бы по количеству выпущенных полюсов. Кто первый запрет? Ну, того и сливки. Дай бог. Как команда среагировала? Или вы отдельную команду набирали? Потому что у вас есть BIM основная, которая уже работает, и есть слаженная команда и прочее. А тут как? Мы, в принципе, и бизнес-процессе тоже это прописывали. У нас не было цели создать параллельную еще одну структуру. Ну, потому что это затратно, это дополнительные деньги и так далее, и так далее. Это еще нужно специалистов найти. Поэтому была принята такая концепция, что мы специалистов, которых мы не сможем, соответственно, привлечь в рамках своей структуры, нанимать за рубежом, проще говоря, с Россией. И поэтому специалистов по продаже, по построению агентской сети, а вот мы выбрали все-таки направление продаж, классическая агентская сеть. Соответственно, выбрали Россию, то есть взяли специалистов, сетхантер, что называется, и, соответственно, они нам помогают ее строить. А все остальные ресурсы с суппортами, поддержками, юридические и так далее, это уже все на BIM. То, что уже отлаженно работает. Трудности еще какие-то были при внедрении бизнес-проекта? Это же не просто. Хорошо, вы там об основании убедили Национальный банк, что вам нужна лицензия. А вот с чем еще возникали трудности? С документами, так чувствую, что не очень было много проблем. Ну, с документами, кстати, тоже были достаточно сложности, потому что, то есть помимо обоснования, зачем тебе это нужно, ты должен предложить, соответственно, определенные документы, связанные с расчетом тарифной ставки, комиссионного возграждения. Помимо этого нужно приложить правила, ну, соответственно, то, что ты страхуешь, какие риски ты страхуешь, как ты выплачиваешь, как ты отказываешь и так далее, и так далее. А это, ну, серьезные вещи, которые нужно сначала еще объяснить нацбанку, потому что они тоже страхованием в жизни никогда не занимались. То есть здесь было тоже достаточно сложно, но это мы тоже прошли. Вот. Самая большая, наверное, сложность, это вот и, в принципе, при за... Ну, мне кажется, при любом запуске любого проекта, потому что то же самое было с Бимой и то же самое с Бимой жизнью. Это выпуск первого полиса. Вот первый договор. Потому что я просто помню, когда это 10 лет назад в Биме было, то есть мы там открыли компанию в феврале, а первый договор мы продали, наверное, в ноябре. Ничего себе! Ну, потому что... Да, ну, это была достаточно еще долгая подготовительная работа, то есть нужно было тоже получать лицензию, правила, разрабатывать продукты и начать убеждать твоих потенциальных партнеров все-таки продавать. А тогда мы пошли по каналу банкашуранс, ну, это вот страхование через банки, и это вообще здесь ничего не было развито. Соответственно, нужно было убеждать банки с нами сотрудничать, потом обучать их сотрудников, как правильно все работать. И когда мы в ноябре продали первый полис за 30 с ОМОН, или там что-то за 5 минут, за 10 с ОМОН, вот это было такой пупс, плотина уже дала трещину, дальше будет проще. Вот здесь примерно то же самое. Выпуск первого полиса – это всегда вот самый вот такой важный шаг и очень сложный. То есть здесь мы говорим, что тоже нужно было построить классическое агентство. То есть это не значит, что мы в ноябре там коллег наших с России пригласили, они вот приехали, оп, и первый договор. Они приехали сюда где-то, ну вот уже на работу летом, то есть это нужно было, соответственно, еще раз продукты все настроить, а с агентами, соответственно, начать их искать, потом дальше им эту идею продавать, обучать, ходить с ними на переговоры, и потом уже продать первый полис. Вот это самое сложное. Я просто, это равносильно тому, какую эфирию вы испытали, когда получили диплом, вы продали первый полис. Да, причем первый полис того, чего вообще не продавалось в Таджикистане. Не, оно продавалось, на самом деле, но в советский период. То есть тогда же госстрах был, и там страхование жизни достаточно серьезный был. Проект он продавался, то есть там много людей. Вот в этом тоже и сложность, потому что, если мы говорим про молодое население, то они, естественно, там, ну, мягко скажем, финансово не совсем грамотные, да, очень часто. А если мы говорим про пожилое население, то они до сих пор помнят Советский Союз. А в Советском Союзе был госстрах, которых там, да, вот нужно страховать жизнь, там, надолго-долго-долго, там, накопление будет и тому подобное. А потом и не стало Советского Союза. И они все потеряли. Вот это все равно еще осталось у них. А вы мне выплатите? Когда? Да, доверие, кстати, уровень доверия, кстати, разрушены. И это вот все прям пока восстанавливает по крупицам. Ну, вернемся к нашему обучению. И какие бы вы советы дали тем, кто собирается, пока сейчас еще, может быть, думает? Самый основной совет, наверное, понять, зачем тебе это нужно. Вот если ты понимаешь, зачем тебе это нужно, тогда ты, ну, вот, тогда, ну, дальше идешь, и ты же решил, иначе все хорошо. Вот, а зачем это нужно, есть варианты. То есть кто-то идет в MBA, и это вот, наверное, везде, это за нетворкингом. Соответственно, сейчас же в Таджикистане уже не один MBA, да, то есть можно купить там несколько вариантов есть, на рынке предлагается. Но выбирая школу для начала, как минимум, нужно посмотреть, а кто из нее выпустился. То есть если там есть люди, которых ты знаешь, это и авторитеты, ну, окей, значит, я точно в эту школу. Или, а, ну, точно тогда, если он пошел на MBA, значит, я тоже пойду. А если это потенциально твой работодатель, ну, тогда, что называется, точно нужно идти, потому что будет большой плюсик, когда ты пойдешь к нему работать, потому что, ну, твой работодатель потенциально тоже закончил эту школу, ура, значит, выберем тебя. Вот, если есть потребность не только в нетворкинге, я не знаю, там, в получении знаний каких-то или в какое-то повышение квалификации, это интересный, ну, такой, как инструмент. Да, но здесь, наверное, он сработает только, если сам человек этого захочет. Да, это основное условие. Ты идешь, если ты не применяешь полученные знания, ну, считай просто очередной диплом, который в стол лежит. Я вот про это, потому что если к нему относиться как к школе, куда тебя заставляют идти, ну, наверное, ты знаний там не получишь. Если ты идешь туда, понимая, что хочешь прокачать свои, там, не знаю, там, HR-скиллы, хорошо, тогда тебе больше нравятся преподаватели, которые на этом сфокусированы, и есть вопросы, которые ты можешь им задать, понять, какой ты от них фейдбэк, который ты хочешь получить хотя бы, и что ты это потом дальше можешь применить. То есть вот если все-таки для получения знаний, значит, надо понять, каких. А если понимаешь, каких-то, да, можно поизучать университет. А он может дать тебе эти знания или нет? Там есть такие специалисты хорошие или нет? Слушай, ну, все равно университетные знания, все-таки. Тут-то премьеры, да, тут ты разбираешь реальные кейсы. Тебе преподают реальные бизнесмены. Это не просто преподаватели, которые только по научной, да, там, по теории. И вот такие преподаватели самые интересные. Да, на практике. Это приходят люди, у которых есть свой бизнес. Да. И которые рассказывают, как его делать вообще хорошо, интересно. Вот на General, к слову, который вы закончили, там были пару курсов, которых мы не посетили, нас не допустили. Вот там были очень интересные преподаватели. Ну вот. Запись еще продолжается. И у вас еще есть шанс записаться, да, на General в этом году. И финансовый инжиниринг, я, к сожалению, вот не могу точно сказать, они в этом году. По-моему, они собирались его снова открыть. Снова открыть, потому что он пару лет, его не было. Сейчас опять есть финансовый инжиниринг и General. Все ссылки, все контакты будут внизу, в описании подкасту. Поэтому можно будет позвонить. Даже можно оставить простое сообщение где-то там у нас, и вам обязательно позвонят. Вас проконсультируют, расскажут, как это все будет работать, как можно будет оплачивать. Да, самое главное, это платно, да, но денег это стоит. По-моему, да. То есть я то, что хотел, получил. Я тоже. Я не жалею не столько, нисколько то, что я вложила какую-то часть денег в свое образование. А самое главное, время. Да, время, конечно. Но, 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 но. На самом деле, самый еще такой интересный, не знаю, я для себя поймал флэшбэк, потому что это возвращение в университетские годы. Потому что ты понимаешь, что тебе нужно закончить что-то к сроку, что-то выучить к сроку, что-то сдать к сроку. И это такое ностальгия. Но это интересно. Спасибо большое. Успехов. Я думаю, что вы там 200-тысячный полис продадите в бизнес-проекту, а потом, может быть, еще что-то интересное придумаете. Напомню, что у нас был соучредитель страховой компании BIMA, Владимир Курсан. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Бизнес-среда.